МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые заметные обсуждаемые события недели другими словами на седьмом. Здравствуйте, с вами Майя Бигбаева. И смотрите сегодня в нашей программе. Убийцы по вызову. Как преступники-рецидивисты оказываются за рулем такси? Кто их нанимает? И понесет ли работодатель ответственность за смерть 15-летней Айсулу Жамбарбек? Нерадивые мамаши. Почему женщины бросают своих детей? Стоит ли ужесточать наказание для матерей кукушек? Об этом и многом другом поговорим с правозащитником Раисой Шер. Что творится с планетой Земля? Как заокеанские природные катаклизмы могут аукнуться казахстанцам в экономическом плане? И грозит ли нам ледниковый период? Очередной скандал в Минсельхозе. Сразу два высокопоставленных чиновника пойманы на взятках. Мы расскажем все детали этих коррупционных историй. Дочь политика Касымова участвовала в научных экспериментах в Америке. Вышла ли на самом деле замуж певица Мадина Садвакасова? И когда ученые обещают очередной конец света? Самые обсуждаемые новости Казнета, а также ваши твиты и посты в моем интернет-обзоре. Каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался услугами такси. Как правило, мы стараемся избегать случайных извозчиков и отдаем предпочтение официальным таксопаркам. Верим, что такое передвижение более надежно и безопасно. Видимо, поэтому новость о гибели 15-летней девушки от рук водителя такси в Алматы стала для всех настоящим шоком. Согласно показаниям самого подозреваемого, он соблазнился на деньги. Погибшая в тот день получила стипендию, задушил девушку ее же сумкой, а тело вывез за город и выбросил. Социальные сети буквально взорвались. Казахстанцы, как и родители убитой Сулужем Барбек, требуют призвать к ответу не только того, кто совершил это преступление, но и тех, кто допустил к работе трижды судимого и якобы больного открытой формой туберкулеза Виталия Атапина. Однако законодательно ответственность частных таксофирм за деятельность своих водителей не прописана. Тогда что же получается? Мы все потенциальные жертвы? Асиль Назирова искала ответ на этот вопрос. Ульнара Кожагулову уже неделю не выпускает из рук семейный фотоальбом. Убитую горем мать согревают последние снимки младшей дочери. Я пятерку получила. Руки всегда. Мам, я пришла. Бесал. 15-летняя Айсулу предположительно стала жертвой таксиста-убийцы. Девушка, не подозревая об опасности, села в машину с шашечками. По версии следствия, водитель отвез студентку за город и там задушил. Я виноват, действительно виноват. Я ей жить не давал, я не имел права жить. Лучше бы я у нее украл их или так вытащил. Я вообще не хотел ее убивать. Я думал просто забрать деньги, немного выключить ее, чтобы как-нибудь и ценно забрать у нее деньги. Погасить долг. Проехали, она открыла сумочку, там были деньги по 10 тысяч, 2, там по 5. Выйти на след предполагаемого преступника помогли запись с камер видеонаблюдения и сигнал сотового телефона погибшей. Полицейские выяснили, что задержанный не раз появлялся в криминальных сводках. У водителя официального таксопарка за плечами три судимости. Он, кстати, работает в одном из то, которое занимается пассажирскими перевозками. Ранее трижды даже судим. Возникает вопрос, как такого вообще взяли на работу. Этот факт возмутил не только родителей погибшей, но и общественность. Как можно принять без документов или как три судимости, открытый туберкулез? Как может такой человек водить такси? Ответ на этот вопрос родные погибшие пытались получить у руководства таксопарка. Но разговор получился короткий. Это же ваш работник? Наш работник. Вы его руководителем являетесь? Вы несете ответственность за то, что он сделал? Почему я должен нести? На работу вы его брали? Мы на работу все брали. Вы проверяли у него элементарный документ? Проверяли, все документы проверили. Все документы. Он не был судим на этот момент. А знаете, судебная справка еще и месяц дается. Нашу съемочную группу и вовсе не пропустили дальше ворот. Никого нет. Видите, все хуже. Ну давайте, давайте, мы здесь поговорим. Что убегать-то? Они сейчас уедут. О том, как устраивались на работу в таксопарк, неохотно рассказывают и сами таксисты. Что проверяли? Что требовали? Все, две не требовали. Когда устраивали? Когда устраивали, полный документ. Что просили у вас? Все почти полный документ. Я же говорил, полный документ. По мнению главы независимой автомобильной ассоциации, в Алматы не так много желающих сесть за баранку такси. Поэтому выбор кандидатов довольно скромный. Другой вопрос, когда практически вслепую принимают на работу. Я вообще называю такие таксопарки, скажем так, виртуальными таксопарками. Потому что, по сути, они всего лишь выполняют диспетчерские услуги, привлекая любых владельцев автомобилей. Но кто везет, кто этот человек, есть ли у него хоть какая-либо справка или не справка, об этом никому не известно. Поэтому вот такие виртуальные таксопарки, это, наверное, тоже, скажем так, может привести к подобным истям. С наркологией справки, медицинская справка, адресная справка. Другие владельцы таксопарков тоже почувствовали удар по репутации. После убийства 15-летней девочки якобы таксистом, шкала доверия горожан к официальной машине с шашечками стала падать. Бывает такое, что водители предоставляют справки о несудимости, медсправки и так далее. Они эти справки подделывают. Там прям, ну не отличишь ты никак. Мы так же не застрахованы, но у нас есть совокупность. У нас есть совокупность мер, которые мы предпринимаем. Не только справка о несудимости. Понимаете, если он учился хорошо в школе, смотрим. Дальше у него положительная история на предыдущей работе. Дальше у него семья, еще у него какие-то есть моменты. Уже у нас вероятность того, что этот человек способен поделать документы, или этот человек уголовник, она снижается. В городском Акимате говорят, что 10 имеющихся в Алматы официальных таксопарков на хорошем счету. По крайней мере, серьезных претензий, уверяют, к перевозчикам за последние годы не было. Во время недавних рейдов проверяющим не угодили лишь цвет машин и отсутствие таксометров. На сегодняшний день у нас по официальным перевозчикам такси таких грубых очень сильных наручений нет. Мы планируем вести работу по частным извозчикам, кто таксует, уезжает. Это тоже сказывается на безопасности пассажира. Юрист Михаил Клинчин поясняет, что работодатель не во всех случаях несет ответственность за сотрудника. В сфере пассажирских перевозок в идеале должно быть страхование в пользу третьих лиц. Но ввиду отсутствия у пострадавших только один путь – через суд добиваться возмещения вреда. Статья 921 Гражданского кодекса Республики Астан предусматривает то, что гражданин или юридическое лицо полностью возмещает вред, причиненный его работникам при исполнении трудовых, служебных или должных обязанностей. Поскольку в данном случае обвиняемый являлся работником таксопарка, то потерпевшие, то есть родственники, близкие вправе обратиться в суд. Услугами адвоката намерены воспользоваться и в компании Тулпартакси. Уверяют, что на работу принимали по всем правилам. Руководство компании уже выразило соболезнования семье погибшей и оказало материальную помощь. Но вины своей в случившемся не видят. Плюс ко всему провели собственное расследование и утверждают, что подозреваемый в убийстве девушки не болел открытой формой туберкулеза. Мы дали запрос полностью по всем больницам, запрос дали туберкулезным, везде, по прописке, по областной, по городской. И нам ответ, что он не состоял и не состоит на учете в Тулбиспансарии. У нас есть справка даже, ответ. Кадровой работой таксопарка заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган сейчас проверяет, как осуществлялся прием на работу других водителей. Если выявят нарушения, то ревизия грозит и другим компаниям. Родные погибшие из службы Барбек надеются, что после всего этого перевозчики будут ответственнее относиться к подбору кадров. А виновные ответят по закону. Я хочу, чтобы государство обратило на это внимание и, может, как-то помогли, чтобы вот так просто халатно не относились к этому. Чтобы кого попало на работу не брали. Каждый садится в эту машину. Вот любую желтую машину увидит, он уже знает, а это уже довериться в нее сядет. Ася Назирова другими словами. Первого числа вечером, где-то полдевятого, полдесятого, вышла во двор. Смотрю, там двое детей стоит, рядом эта сумка дорожная. Туда пошла, смотрела, там никого не видно. Дети я все забрала, сумку забрала, домой пошла. Я говорю, вот эти дети там оставили на улице, когда он во дворе, во дворе, говорю. Смотрю, это второй сын пописывался. Я хотела пометять, я думала, в сумке одежды. Я говорю, сумка одежды, наверное, смотрим, там в сумке еще лежит где-то 7-8 месяцев. Он вообще летней одежде. Рассказ этой женщины на неделе ужаснул всех, кто его слышал. И вряд ли нашлись равнодушные к этой истории. Троих малышей выбросили на улицу в Шимкенте. Тут же появляются заголовки на информационных лентах. Чем не вопиющий случай. Ведь детей, по словам Фариды Сариевой, оставили на морозе в летней одежде. А один из них был и вовсе без обуви. Полиция бросилась на поиски нерадивой мамаши. Не прошло и двух недель, она объявляется сама и заявляет, что дочерей сына передала в руки свекрови, указывая на Фариду Сариеву. Но, впрочем, обо всем по порядку. После того, как женщина передала подкидышей полиции, двухлетнего Мираса и восьмимесячную Каусар отправили на обследование в больницу. Уже больше недели они спят в казенных кроватках с табличкой «Неизвестные». К счастью, дети абсолютно здоровы. Мальчик Мирас, два года. Девочка Каусар, приблизительно восемь месяцев. Они чувствуют себя хорошо. Отклонений в психическом и физическом развитии нет. Дети без патологии. Старшую сестру, которой предположительно три года, временно определили в Центр адаптации несовершеннолетних. С новыми друзьями общается охотно. Но вот о своей семье говорить не хочет. Из ее немногословной речи стало ясно, что маму зовут Ахмарал, папу Ержигит. И, по всей видимости, ребенку не хватает материнской любви. Развитие ребенка чуть-чуть, мне кажется, отклонений есть. Но насчет нашей педагоги, соцпедагоги, психологи, врачи, сейчас в данный момент работают с девочкой. А что вы за счет того, что с ней дома? Мало работали, значит, родители. Имеется в виду мама, отец. Мы же не знаем, что было на самом деле в семье. Из-за этого, наверное, отклонения у нее. Полицейские заявили, что если в течение трех месяцев родственники малышей не объявятся, их распределят по детским домам. Пока же правоохранительным органам удалось установить личность матери. Ею, говорят, оказалась девушка легкого поведения, 1992 года рождения. Устанавливается полицейским место ее нахождения. Возможно, что женщина будет лишена родительских прав, а дети могут быть определены в детские учреждения. Не успели сообщить об этом полицейские, как появляется мама детей и заявляет. Я не бросала детей. Как я брошу? Я сама троих детей воспитываю уже 4 года. И как я после этого могу их бросить? Увидев своих детей в новостях, 23-летняя Ахмарал Жарлукасынова была шокирована. Ведь оставляла она своих малышей, говорит, свекрови. Той самой женщине, которая и заявила в полицию о подкидышах. Как она могла? Она же бабушка, это ее родные внуки. Свидетелей много, соседи все знают меня. По словам Ахмарал, она попросила Фариду Сариеву присмотреть за детьми неделю, объяснив, что уезжает на подработку. С отцом малышек находятся в гражданском браке. Однако вместе не живут, и мужчина лишь периодически навещает их. Возможно, они нас не признают из-за того, что мы им не ровня. У нас социальное положение хуже. Нет жилья, приличной работы. Теперь Ахмарал намерен подать в суд на Фариду Сариеву. А вот детей вернуть, оказывается, будет не так просто. Как выяснилось, у них нет даже свидетельства о рождении. Впрочем, это не единственный такой случай, который произошел на неделе в Шемкенте. Еще одна женщина заявила о подкидышах. По словам Айсулута Жибаевой, она приютила у себя на одну ночь мать с двумя малолетними отпрысками. А на утро, говорит, девушка исчезла, оставив новой знакомой своих дочерей. Сейчас двухлетняя Гульмира и годовалая Наргиз находятся в городской детской больнице номер один. Старшая, по словам врачей, практически не разговаривает. Девочка не плачет и не зовет маму. А вот вторая часто просится на руки. Кукушка, как мы знаем, это птица, которая подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц. Именно кукушками часто называют женщин, которые оставили своих детей на попечение родственников, друзей или просто бросили. Большинство считает, что поступают так только неблагополучные женщины. Так ли это? Почему кукушество приобретает в нашей стране массовый характер и как с ним бороться? Об этом и многом другом поговорим сегодня с председателем Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан Раисой Петровной-Шер. Здравствуйте, Раиса Петровна. Здравствуйте. Раиса Петровна, вот действительно ли в основном малообеспеченная, незащищенная категория женщин бросает своих детей? Это действительно так? Есть причины разные. Знаете, во-первых, это добровольный отказ родителей и чаще всего матери от своего несовершеннолетнего ребенка. Это ранняя беременность, это нежелательная беременность, это неготовность к материнству, это отказ отца от воспитания своих детей. Это и страх перед родителями, перед родственниками, страх, огласки, нежелательные... Ну, это как раз-таки вот эта социальная незащищенность, нехватка денежных средств и прочее. В принципе, мы понимаем, откуда это берется. Сейчас стоит другой вопрос. Как с этим бороться? Почему эти женщины ничего не боятся? Есть же большая разница в том, как оставить ребенка. Одно дело отвезти в детский дом, и другое дело оставить в снегу, в лесу замерзать. Почему ничего не боятся? Вы знаете, сказать, что не боятся, кто-то и боится. Но я считаю, что сегодня недостаточно социальной рекламы, пропагандирующей ответственность за то или иное поведение наших взрослых людей. Вы говорите кукушки. Кукушки, мамочки-кукушки появляются, отвечая на ваш первый вопрос, не только в социальных семьях, малообеспеченных. Сегодня есть тенденция того, что такие мамы появляются и в вполне благополучных семьях. Для того, чтобы продолжить карьеру, не потерять работу в силу своих собственных амбиций. К сожалению, это явление, с ним очень трудно бороться и непросто. В одночасье этот вопрос решить нельзя. Конечно, для этого нужно предпринимать меры. Но вот те причины, о которых я вам говорила сегодня, они, я бы так сказала, корни этой проблемы, они находятся очень глубоко. И искать их нужно прежде всего семье. Потому что я думаю, что вы согласитесь, что сегодня семья все-таки является одной из общечеловеческих ценностей. А рождение и воспитание ребенка – это одна из ее функций. Но посудите сами. Ребенок, не гражданин, скажем, не человек, он живет в этой семье. В этой семье он формируется как гражданин. И все, что получает ребенок, хорошее или плохое, об этом повсюду говорят наши ученые, психологи, педагоги. Все это идет из его детства, из его семьи. Поэтому сегодня, я так полагаю, что нужно принимать срочные меры, профилактические меры. Но в частности, сегодня нужно обратить внимание очень серьезное на воспитание культуры материнства, культуры детства, культуры, в конце концов, позитивного родительства. Я вас поняла. Ну, смотрите, воспитание – это все-таки такой процесс довольно-таки длительный. А можем мы сейчас, как общество, какие-то более радикальные, какие-то более быстрые меры принять, чтобы эту ситуацию хоть как-то исправить? Сегодня, вот я уже говорила, что отсутствует мощная социальная реклама. Если бы эти молодые, я вот упор делаю на молодых мамочках, знали, куда им обратиться, куда можно позвонить. А ведь обратиться есть куда? Есть куда. Во-первых, в каждом регионе у нас практически есть службы поддержки семьи. Или они при Акиматах, или их создают неправительственные общественные организации. Мало того, в каждом регионе при Акиматах, при правоохранительных органах, органах образования здравоохранения, есть телефонный доверие. Есть такой телефон доверия, бесплатный и круглосуточный, номер 150. В конце концов, есть телефон доверия комитета по охране прав детей 74-25-28. Но рекламы и информационно-пропагандистской работы, к сожалению, недостаточно в этом направлении. Раиса Петровна, а как вы смотрите на то, чтобы ужесточить наказание для таких женщин? Есть же статья о оставлении детей в опасности, есть какие-то более серьезные меры, кроме лишения родительских прав, потому что таким женщинам, мне кажется, только это и нужно, чтобы с них сняли эту ответственность. Как вы думаете, такая мера как-то поможет исправить ситуацию? Вы знаете, однозначно ответить на такой вопрос не очень просто. Но у государства есть определенные рычаги для принятия мер по содеянным преступлениям. Дело в том, что вот здесь возникает вопрос. Все ли мамочки, которые совершили тяжкие преступления, осознают то, что они совершили? И полюбят ли они впоследствии своего ребенка, который ей в свое время не был нужен? Но, во всяком случае, может быть, она будет бояться? Я согласна с вами. Но я хочу вам сказать, что в законодательстве Республики Казахстан есть такие нормы. Например, в Уголовном кодексе Республики Казахстан, скажем, есть статья 93, которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 4 лет за убийство новорожденного. Кстати, в прошлом году по таким фактам было заведено 13 уголовных дел в стране. Кроме того, в Уголовном кодексе Республики Казахстан есть статья 133 за продажу несовершеннолетних, за продажу детей. И она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. И также в прошлом году специальными органами правоохранительными было заведено 24 уголовных дела по таким фактам. А что нам подсказывает международный опыт? Я знаю, что за рубежом женщина, которая не хочет воспитывать ребенка, а еще будучи беременной, может подобрать ему нормальную семью. Вы знаете, я считаю, что это неправильно. И здесь присутствует коррупциогенный фактор. Во-первых, это не бесплатно. Согласитесь? Во-вторых, вот на сегодняшний день мы объединились и заключили меморандум с таким известным общественным объединением «Ребенок должен жить в семье». Ну, во всяком случае, это хотя бы гарант того, что она этого ребенка не удушит, не убьет, как только он родится. Ну, знаете, у нас есть свой отечественный опыт. Вы посмотрите, в каждом доме ребенка сегодня созданы группы надежды, куда любая мама, которая родила ребенка, она имеет право его отдать на полное государственное обеспечение. Но при этом она должна посещать этого ребенка и впоследствии забрать. Она может обустроить свою жизнь за это время, пройти какой-то курс обучения. Она может подготовить своих родственников или родителей. Это может быть и год, и два, и три, и даже четыре. Кроме того, вот знаете, замечательный опыт в нашей стране сегодня при поддержке холдинга BI Group в четырех регионах нашей страны открыты дома для мам. Там могут жить мамы беременные, мамы молодые. И питание для ребятишек, одежда, все это предоставляется в этих домах для мам, пока ребенок не достигнет полуторагодовалого возраста. Но это, безусловно, прекрасное начинание. Он будет расширяться. Сейчас такие дома открыты, сейчас скажу, в городе Астане, в Алматы, в Кустанайской области. И этот холдинг, эта инициатива, значит, будет поддержана по Карагандинской, Южно-Казахстанской области. Ну что ж, Раиса Петровна, спасибо большое за содержательную беседу. Я надеюсь, что эта информация действительно поможет тем, кто в ней нуждается. Ну, а мы продолжаем. Что происходит с нашей планетой? Надвигается глобальное потепление или, наоборот, ледниковый период? Пожалуй, мы все задавались этими вопросами, наблюдая за катаклизмами, разбушевавшимися в последнее время на североамериканском континенте. Другими словами, за океаном наступила настоящая сибирская зима. Снегами замело Нью-Йорк, Торонто и, шуточное ли дело, замерз Ниагарский водопад. Небывалые холода полностью парализовали инфраструктуру. Движение остановилось. Людям настойчиво рекомендовали не выходить без особой надобности на улицу. В отдельных регионах объявили чрезвычайное положение. Даже сбежавший из тюрьмы заключенный вернулся во строк, испугавшись лютого мороза. Такого еще не было. Словно ожившая сцена из голливудского блокбастера, но с реальными людьми, реальными жертвами и ущербом в миллиарды долларов. Убытки от арктического циклона тянут на кругленькую сумму с девятью нулями. Если быть точной, она составляет пять миллиардов долларов. Лжас Рамазанов продолжит тему. В нескольких штатах и в городе Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение. Отменены тысячи авиарейсов, закрыты школы и университеты. Арктический циклон буквально заморозил всю Америку. Это опасная буря, поэтому просим жителей не выходить на улицы. Аналогичную просьбу озвучили губернаторы нескольких штатов и новоизбранный мэр города Нью-Йорк. На улицу жители выходили, одев на себя половину своего гардероба. На улице действительно очень холодно, морозно. Я ношу теплую шапку, свитер и хорошие носки. Меня спасают кофе и теплая одежда. Обильные снегопады, порывистый ветер и сибирские морозы обновили все рекорды. В некоторых районах термометр показывал минус 50 градусов по Цельсию. Горячая вода вмиг превращается в снег. Аномально низкая температура творит чудеса. Это видео набрало на Ютубе почти миллион просмотров. Американцы на уходящей неделе только и следили за прогнозом погоды. А так выглядит берег озера Мичиган. Такого обледенения местные жители не видели более 20 лет. Я думаю, что такое с озером Мичиган происходит впервые с 1970-х годов. Ранее такого никогда не было. Почти в центре арктической воронки находится город Вест-Лафайет, штат Индиана. В местном университете обучаются около 50 булашаковцев. Диас Жоробеков – один из них. Парень, привыкший к казахстанскому климату, легко перенес непогоду. Мы находились прямо в эпицентре этого происшествия. Поэтому очень такой резкий мороз начался. И температура воздуха примерно снизилась до 39 градусов с ветром. Закрылись университеты, закрылись государственные места. Так получилось, что американцы все были в панике. Американцы уже пришли в себя и подсчитали убытки от новогоднего сюрприза погодой. 5 миллиардов долларов. Аномальные холода унесли жизни более 20 человек. Арктический циклон диктует и мировые цены на нефть. Да, цены на энергоресурсы поднялись, но незначительно. И связано в основном это с потребительским рынком, это связано с нефтепродуктами, с ценами на бензин. Но я так считаю, что влияние они на мировой рынок не оказывают. Пока мировые финансовые обозреватели следят за погодой в штатах, казахстанские спасатели подводят итоги новогодней недели. Морозы пришли и к нам. Непогода накрыла северный и восточный Казахстан. С 31 декабря по 5 января 2014 года уже было спасено, эвакуировано на автодорогах республики 261 человек, из них 34 детей, 16 единиц техники. А этот междугородний автобус из Усть-Каменогорска не доехал до Астаны 26 километров. Никто из 67 пассажиров не пострадал. Синоптики предупреждают, на Казахстан надвигается мощный антициклон. В конце второй декады и в начале третьей декады благодаря холодному сибирскому антициклону обратно морозы придут. Но в это время ночные часы температура составит в северных, восточных, в центральных регионах от 27 до 35 градусов мороза, в южных регионах от 17 до 25 градусов мороза, в западных регионах до 20 градусов мороза. Первые морозы нового года не выдержал столичный трубопровод. Авария оставила без воды десятки домов. Прибывшие на место коммунальщики ликвидировали ее последствия несколько часов. Подтопленными оказались сразу три улицы. Вот посмотрите, там потоки воды просто льются. Они льются со вчерашнего вечера. Все парит. Не знаю, может быть, из подвала у нас поэтому уже пар пошел. Наверное, заливает тоже. По мнению экономиста Сапарбая Жубаева, Казахстану стоит опасаться не холодов, а небывалой жары. Энергетические запасы у нас есть. Трудно будет, если летом будет жарко. Сейчас же глобальное потепление, оно каким-то образом отражается. Она повлияет на наше сельское хозяйство, на животноводство и на качество продовольственных продукций. Мы должны будем уже затратить больше энергии, чтобы там кондиционирование, охлаждение делать. Профессиональный спасатель Руслан Сайко впервые дает уроки выживания для журналистов. По сценарию наша машина заглохла, и мы остались в непогоду в степи. В первую очередь, перед тем, как выезжать, у меня в багажнике находится, должна быть находиться лопата, как минимум, трос буксировочный надо обязательно с собой взять, канистру бы надо взять, хотя бы литров 10 бензина, вот, теплые вещи, чтобы у меня были, вот, газовую горелочку. Первым делом нужно осмотреться. Надо постараться машину поставить против ветра, чтобы вам... Какой целью? Чтобы, когда газы, когда у вас будут... Да, когда газы, допустим, выходят из выхлопной трубы, чтобы вам не задувало в салон. Второе. Связаться с экстренной службой спасения и экономить топлива. Если у вас все-таки мало бензина оказалось, машину раз, прогрели, можно чуть-чуть заглушить. Потом раз, опять, ну, по времени прогревать машину, чтобы у вас хватило на больше периода времени вашей, ну, ГСМа хватило. Третье, и самое важное в метель, не отходить далеко от автомобиля. Остаемся в машине. Будем ждать помощи здесь. Пока у нас вариантов никаких нету. Ну вот, мы приняли правильное решение. Машину не покидали, дождались помощи. Поэтому спасатели приехали и нас эвакуируют. Это лишь пара стандартных советов для выживания в непогоду. Действия человека и сны и логичны. Он спасает свою жизнь. А как поведет себя мировая экономика в ответ на бесконечные сюрпризы погоды? Предсказать ее действия со стопроцентной точностью не берутся даже самые смелые аналитики. Ужас Рамазанов другими словами. Хорошие новости пришли из Лондона. Суд присяжных признал Азамата Тенисбаева невиновным. Скандальная история с казахстанским тейквондистом обрела счастливый финал. Напомню, молодого спортсмена задержали в аэропорту Хитроу по подозрению в сексуальном домогательстве. В полицию обратилась гражданка Израиля. Она сидела в соседнем кресле рядом со спортсменом. Серьезное обвинение стало причиной ареста. До внесения залога Азамат успел провести некоторое время в изоляторе. Последние полгода парень жил в Лондоне. Все это время на нем был надет электронный браслет слежения. Другими словами, он находился под постоянным наблюдением стражей порядка. Сегодня друг Азамата, летевший тем же рейсом, вспоминает злополучный инцидент. Тенисбаев, говорит, даже не понимал, в чем его обвиняет незнакомая девушка. Он сам выступает на 80 килограмм. Он высокий спортсмен. Длинные руки, длинные ноги. Он говорит, может, когда я спал, рука попала как-то нечаянно. Но такого не было у меня, что я домогался до нее. Я передал это из стюардессии. Мы вышли на связь с матерью Азамата Жазирой Телешевой. Она все это время находилась вместе с сыном. Для того, чтобы снимать квартиру в Лондоне, ей пришлось продать жилье в Алматы. Я всегда надеялась и знала, что мой сын не виновен. Но тут, когда они все 12, люди, которые всего два часа видели моего сына, и они были о нем такого мнения, знаете, это меня очень сильно поддержало. Потому что тут репутация не только моего сына решает. Репутация всего Казахстана, что он спортсмен сборной Казахстана. Суду присяжных понадобилось всего около 25 минут, чтобы вынести решение в пользу Азамата. Все эти полгода семью Тенезбаевых поддерживали МИД Республики Казахстан и Федерация Тайквондо. Изболок Танов – один из тренеров спортсмена. Он характеризует парня исключительно с положительной стороны. По успеваемости у него хорошие оценки были. И результаты в спорте тоже отлично выполнил мастер спорта. Стал чемпионом Казахстана среди юниоров, молодежи. И по-взрослой. Адвокаты добились того, чтобы на суде выслушали членов сборной Тайквондо. Они дали показания с помощью видеосвязи. Аналогичным способом допросили и потерпевшую, которая не смогла явиться на процесс. По совету своего первого адвоката Тенезбаев изначально признал вину. Позже родные парни наняли другую команду защитников. Сейчас мы свяжемся с Азаматом по телефону. Итак, на связи Лондон. Здравствуйте, Азамат. Добрый вечер, Майя. От всей души хочу поздравить вас и ваших близких с благополучным исходом дела. За полгода пока шло у разбирательства. Вы многое пережили. Все же хотелось бы услышать от вас всю историю и как все произошло. Расскажете? Судент произошел в самолете. Когда я возвращался из Мексики, из Мехико-Сити, через транзит, через Лондон, я уснул. Когда я проснулся, у меня голова оказалась на нее в плече, а рука на животе. И она написала на меня заявление, что получилось недоразумение. Понятно. Полгода в Лондоне под подпиской о невыезде с электронным браслетом слежения. Все эти шесть месяцев вы ждали завершения дела и приговора. Азамат, расскажите, как вы жили все это время и верили ли в справедливое решение суда? Я в это время тренировался и изучал английский в колледже в Морисе. И потом я старался поддерживать физическую форму. Меня платили за учебу, за квартиру у родителей. И помогали, конечно, из Федерации Тайфундо. Скоро вы вернетесь в Казахстан. Какие у вас планы? Будете продолжать тренироваться, выступать, защищать честь страны? Я вернусь через несколько дней. Спорт я не брошу. Моя цель – это Олимпиада. Я буду заниматься усиленно. Я думаю, что со всеми это я справлюсь с трудностями. В моей жизни нет всего невозможного. Я поднимаюсь после того, как падаю. Спасибо большое за мат, за ваше интервью. Ждем вашего скорейшего возвращения в Казахстан. Успехов и удачи. Спасибо, Майя. До встречи. Из огня до в полымя. Вот так, другими словами, можно охарактеризовать то, что происходит сейчас в Министерстве сельского хозяйства. Один скандал следует за другим. Сначала арестовали замминистра, затем и директора департамента животноводства. Сразу два высокопоставленных чиновника из ведомства, задержанные по подозрению в получении взятки. И это за неделю. Но обо всем по порядку. 21 декабря финансовые полицейские арестовали вице-министра Муслима Умрияева. Обвиняется в получении 100 тысяч долларов от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора о государственных закупках. Сразу после задержания министр Мамыдбеков вступился за своего подчиненного, написав на личной странице в социальной сети Facebook следующее. Я мало верю в факт получения, тем более в вымогание денег, муслимам, Таировичам, потому что, зная его как порядочного и принципиального человека, он является большим профессионалом в своем деле. Мамыдбеков был настолько уверен в невиновности Муслима Умрияева, что обещал подать в отставку сразу же, если преступные деяния вице-министра подтвердятся. Спустя неделю финансовые полицейские сообщили о новом коррупционном преступлении в Минсельхозе. По их словам, практически за руку был пойман директор департамента животноводства и ветеринарии Максут Бахтибаев. Якобы он получил 720 тысяч тенге от генерального директора научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии. Впрочем, вереница этих скандалов вовсе не удивляет сотрудников агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Они уверяют, в числе берущих, аграрное ведомство занимает лидирующие строчки по итогам прошлого года. И в качестве аргументов приводят статистику. Вот она. В 2013 году сотрудники Финпола выявили 163 коррупционных преступления в Минсельхозе, большая часть из которых взятки и служебные подлоги. Курина продолжит тему. Первым в этом списке оказался вице-министр Муслим Умирьяев. Сотрудники Финпола подозревают его в получении взятки в крупном размере. Он обвиняется в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов США от предпринимателя за оказание содействия в победе в конкурсах государственных закупок. 24 декабря суд номер 2 Алматинского района города Астаны на основании представленных материалов уголовного дела санкционировал арест Умирьяева. Умирьяева вместе с посредником задержали в квартире вице-министра. Это кадры оперативной съемки. На ней сам заместитель главы оградного ведомства, его супруга и сотрудники Финпола. Последние достают пачку новых 100-долларовых купюр из пакета. У Муслима Умирьяева богатая трудовая биография. Родился в 1974 году в Таразе. Окончил университет в Москве по специальности экономист. Больше 10 лет жил в Российской Федерации. Вернувшись в Казахстан, работал на руководящих постах управления делами президента. Оттуда ушел в советники премьер-министра и уже после занял кресло заместителя аграрного ведомства. В министерстве около двух лет. Курирует сферу растеневодства. За своего подчиненного вступился министр сельского хозяйства. Аслжан Мамыдбеков высказался по поводу ареста сначала в социальных сетях, а затем в интервью журналистам. Во-первых, Умиряев никогда не занимался вопросами ветеринарии. Никогда не курировал комитет по ветеринарным надзорам, который проводил эти конкурсы по госзакупкам. Я вижу по прессе, что якобы посредник, который принес, он является родственником. Но что между родственниками не бывает. Министр даже обещал подать в отставку, если вина его заместителя подтвердится в суде. Если судом будет соответствующее решение или приговор о том, что он завершил коррупционное преступление, я готов подать в отставку. Но на этом коррупционные скандалы в министерстве не заканчиваются. Спустя неделю, 28 декабря, финансовые и полицейские задерживают директора департамента животноводства Максуда Бахтибаева. Руководителя подразделения аграрного ведомства обвиняют в получении взятки. В сумме 720 тысяч тенге от генерального директора ТО, научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии, за оказание содействия в заключении договора о госзакупках. Молодой чиновник из Петропавловска, выпускник филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в Астане, стипендиат программы «Булашак». Образование получал в престижном лондонском ВУЗе, по окончанию которого практически сразу занял пост заместителя директора департамента животноводства, а чуть позже и самого руководителя. Финансовые и полицейские говорят, задержали Бахтибаева с поличным. Это кадры оперативной съемки, момент предполагаемой дачи взятки директору департамента животноводства. Затем чиновника допрашивают. От кого-либо деньги получали? Если так, то в каком размере от кого-либо? Получил. От кого получил? Наш сотрудник. Ну, а смотрите, вы его знаете? Да. В каком, в какой сад? В какой сад? И где находится? В каком? 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 Купюры оперативникам. Купюры номиналов 10 тысяч тенге. Какое-либо свечение видите? На краю видите? Да, да, да. Что написано? Затки. По версии финполовцев, Максут Бахтибаев получил 720 тысяч тенге от генерального директора научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии. Правда, Бахтибаев сейчас находится в следственном изоляторе, а другой участник на свободе. Со временем мы, конечно, скажем, но на данный момент эта информация пока в интересе следствия не разглашается. То есть, Бах пока он не свободен? Пока, да. В отношении него не приняты какие-либо меры ограничения или принуждения. Но вот что интересно. Несмотря на то, что Бахтибаев после ареста находится в СИЗО, он оставляет в Фейсбуке запись на страничке генерального директора научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии. С Новым годом, Рашид. Даже не знаю, чего тебе пожелать. Зачем ты так сделал? Каждому воздастся по делам его рано или поздно. Рашид, еще не поздно исправить ошибку. С одной стороны я тебя понимаю, с другой – мужской. Тебе надо будет обосновать свои действия. Обоснуй, если сможешь. Мы наведались в инновационный центр животноводства и ветеринарии. Вот кабинет генерального директора Рашида Ускенова. Руководителя на месте не оказалось. И от комментариев отказался. В следующий день, пока проводятся следственные мероприятия, запрещено давать какие-либо информации в целях сохранения тайных следствий. В связи с этим, то есть представить какую-то информацию, к сожалению, не можем. Второе обвинение, которое предъявлено Максуту Бахтибаеву злоупотребление должностными полномочиями. По версии следователя, чиновник вынудил компанию из Керкала заключить фиктивный договор аренды офисного оповещения в жилом комплексе «Седьмой континент». Сумма договора, согласно материалам дела, 12 миллионов тенге. В Финполе говорят, эти деньги должны были пойти на оплату аренды офиса научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии. Мы попытались выйти на руководителей из Керкала. Запросили в Минюсте информацию о ТОО. Согласно данным, фирма зарегистрирована в Караганде. Но по указанному адресу вместо офиса там оказалась обычная квартира. То, что компания зарегистрирована по этому адресу, это просто попросили супругу мою. Мы зарегистрировали. Для образования юрлица. И все. Нечего сказать. Адвокаты подозреваемых чиновников пока отказываются от комментариев. Следствие еще собирает все доказательства вины. Стоит отметить, что Минсельхоз, по словам официального представителя Финпола, по итогам 2013 года находится в первых рядах коррумпированных ведомств. Ольга Чапурина. Другими словами. Согласно второму пункту статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан, такой срок назначен путем поглощения менее строгого наказания, более строгим. В Алматы суд вынес приговор троим участникам погромов у Прайм-Плазы. Сухраб Имершаев, Эльдар Мусамбаев и Жандос Салимов признаны виновными в разбое, хулиганстве и грабеже у торгового центра. Осужденные отправятся за решетку на 6 лет с конфискацией имущества. Отбывать наказание молодые люди будут в колонии общего режима. Сторона защиты уверяет, обвинение было построено на одних догадках. В показаниях подсудимых и потерпевших свидетелей здесь прямо не указывает на подсудимых. Поэтому я считаю, что это приговор не в основном, только вынесено под положение. Молодые люди, по версии обвинения, после сорвавшегося выступления Хайрата Нуртаса грабили проезжавших мимо водителей. Украденные вещи позже стали одними из главных доказательств вины задержанных. Родные троицы считают, что в этой громкой истории их детей просто сделали крайними. Неправильно было все. Берут, друс и мес. Ишканый адель так жёг, иди, тантыген жёг. На моего сына и на его друга Ильдара из потерпевших никто его не узнал, не признал. Свидетель один только сказал, якобы он там был. Он сказал, еще там темно было, я не разглядел. Ну, говорит, вроде бы он там был. Исходя из этого, вот на 6 лет ему дали. Родные намерены обжаловать решение суда. 6 лет считают строгим наказанием. Тем более, что несколько пострадавших были готовы пойти на мировую. Настоящая война за воду развернулась в небольшом селе Дербисек Сарагашского района Южно-Казахстанской области. Жители требуют, чтобы им вернули доступ к минеральному источнику, владение которым перешло из народных рук в частные. Генеральный директор предприятия, которому сейчас принадлежат права на пользование скважиной, перекрыл людям доступ к воде. Однако жители села не намерены с этим мириться. Они создали кооператив, на свои средства построили резервуар для воды и даже подвели к нему новые трубы. Активисты писали обращения во все инстанции и даже направили открытое письмо на блок-платформу министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. Однако долгожданная живительная влага в их дома так и не поступила. Дамир Айдаров обо всем подробнее. В этом разговоре, который вот-вот готов перейти в потасовку, участвуют не молодые парни, а уже зрелые мужчины. Съемка на мобильный телефон ведет житель села Дербисек. Причина разногласий – питьевая вода. Скважину с минеральной питьевой водой в поселке пробурили в 60-х годах прошлого века. В начале 90-х трубы, подающие живительную влагу, в дома прогнили. Проблему, по словам сельчан, пообещал решить предприниматель Нурлан Умаров, который в 2001 году получил источник в аренду. Вот на скважине дал куда и табак. Собрал всех асахалов, дал куда и табак и обещал. Воду народу дай, там записано, которые я вам дам. Воду народу дай, трубы и прогнившие заменить, построить санаторию вот тут вот. И 60 человек взять на работу. Тут вообще эти договорные обязательства ни один пункт не выполнят. Не дожидаясь действий от бизнесмена и местной власти, сельчане организовали кооператив. С каждого дома собрали по 25 тысяч тенге, вышло 5 миллионов. На эти средства заменили прогнившие трубы на пластиковые и даже соорудили водонапорную башню. Вот это новая труба, это старая труба. Режем и подключаем, срезаем, подключаемся. Вот загвоздка, в чем заключается. Казалось бы, дело в шляпе, но не тут-то было. Предприниматель делиться водой с населением отказался. Воду увозят на все четыре стороны, а мы трубу провели, по 25 тысяч тенге собирали. И то не можем хоть капельки воды взять. Насчет стирки я вообще промолчу. Мы сейчас снег кипятим, чтобы постирать. Почему в 21 веке так живем? Почему нам воду он не дает? У нас что, нет детей, нет государства? Без капли воды сидим. Бизнесмен Нурлан Умаров по совместительству депутат областного маслихата. Говорит, что он человек верующий, не раз совершал хадж в Мекку. И воды для сельчан ему не жалко. Единственное требование – жители Дербисека должны легализовать все возведенные коммуникации. Я им сказал, сделайте договор, подготовьте все документы, потом будете брать воду. Если я сейчас им незаконно дам доступ, а если завтра кто-нибудь умрет, с кого будет спрос? Вот они поставили 50-тонную бочку в качестве водонапорной башни. Но я сам, строитель, есть нормы. Под такую емкость нужно залить в качестве фундамента 240 тонн бетона. Представьте себе. Они даже половину этого не сделали, а если завтра эта конструкция рухнет? То, что дело не сдвигается с мертвой точки, уже не первый год в Дербисеке винят и сельского Акима. Абдрахман Наурызов родился в этих местах и, по мнению жителей, должен болеть душой и телом за народ. Но собрать обе стороны за одним столом у чиновника не получилось. Бизнесмен живет в Шумкенте и редкий гость в дешних краях. Аким Сарагашского района мне сказал, кустарным методом, как это сделано у нас, прокладывать трубы нельзя. Нужно сделать проектно-смертную документацию на водонапорную башню. Я встречался с арендатором скважины, он сказал, что воду даст без проблем, но требует документы, чтобы все было по закону. Один из инициаторов сельского кооператива по обеспечению Дербисека питьевой водой, Мухаммед Алинурбаев, заявляет, что документы у них готовы. По его мнению, предприниматель просто не хочет делиться живительной влагой. Сам бизнесмен считает, что руководители сельского кооператива действуют небескорыстно. Нурлан Умаров говорит, что в той потасовке некоторые жители ему даже угрожали расправой. Если действительно радеешь за народ, делаешь доброе дело, то возьми разрешение в Гаске, у Акима решение. Но они только деньги с народа собрали, положили в карман, а договоры с нами не заключили. Зато народу говорят, он нам воду не дает. Пока же жители Дербисека питьевую воду вынуждены покупать со скважины. За 10 литров 50 тенге, но и здесь среди населения нашлись предприимчивые люди. Развозят воду по поселку и продают, но уже дороже. Аренда скважины на 27 лет для предпринимателя стала, по всей видимости, прибыльным бизнесом. Его завод занимается производством минеральной воды и безалкогольных напитков. Теперь, по словам местных жителей, в Дербисеке строят баню. Тем временем сельчане продолжают писать жалобы во всевозможные инстанции. Борьба продолжается. Дамира Айдаров другими словами. Дочь известного общественного деятеля Гани Касымова Джулия стала первым волонтером из Казахстана, кто предоставил свою клетку ДНК для научных экспериментов в области клонирования. Такую новость опубликовал деловой журнал Forbes Казахстан. Джулия Гани живет в Америке. Во время съемок своего документального фильма познакомилась с учеными и биоинженерами, в числе которых и выходец из Казахстана Шухрат Металипов, ныне работающий в Орегонском национальном исследовательском центре США. Профессор прославился тем, что впервые клонировал обезьяну. В 2009-м президент Барак Обама снял запрет своего предшественника Джорджа Буша-младшего на финансирование изучений человеческих стволовых клеток, поэтому Шухрат продолжает работу в этой области. Если эксперимент, в котором приняла участие Джулия, удастся, то она получит уникальный стволовой материал, способный омолаживать ее организм и излечивать от любых болезней. К этой новости пользователи Казнета отнеслись довольно прохладно, проигнорировав грядущие научные открытия. В основном казахстанцев волновал один вопрос, почему дочь лидера партии патриотов живет не на родине, а в Соединенных Штатах Америки. Певица Мадина Садвакасова вышла замуж. Такую новость на неделю растиражировали в различных интернет-изданиях. Избранником певицы назвали Олжаса Смогулова, режиссера-постановщика телеканала Ель Арна. Но уже вскоре появилось опровержение, мол, все это утка, и Мадина Садвакасова по-прежнему в списке завидных невест. Объявлена новая дата очередного конца света – 5 февраля 2040 года. Именно в этот день, уверены ученые НАСА, на Землю упадет гигантский астероид. Информация появилась на портале Tengri News со ссылкой на зарубежные СМИ. В ней сказано, что по данным специалистов, диаметр астероида может достигать 150 метров. Точные сведения относительно возможного конца света будут предоставлены в 2016 году, когда в НАСА просчитают траекторию движения небесного тела. Пока шансы на столкновение оцениваются как 1 к 625, такая вероятность в астронавтике считается высокой. Пользователи Казнеток подобным сообщениям уже привыкли и к озвученной дате отнеслись с нескрываемым юмором. Это были самые заметные и важные события недели, о которых мы хотели вам рассказать. Не забывайте читать нас в социальных сетях, твиттере и фейсбуке. Всего доброго и до встречи на седьмом канале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»